Озеро Восток Путешествиями марсохода Или, допустим, покорению космоса частными компаниями США Собственно, это вид Антарктиды, который мы привыкли видеть Это ледяная, как бы, земля практически вся скована льдами А там, где льда нет, они как в пустыне называются азисами Поскольку это пространство снега и льда тоже называется пустыней, только ледяной Собственно, большая часть Антарктиды занимает это еще и ледники Которые шельфовые, под ними есть вода, океан И этот факт мы немножко позже вспомним еще Всем недавно было интересно исследование НАСА, где они сумели снять ледяной покров То есть перед вами, собственно, изображение Антарктиды без льда То есть это если на данный момент растопить резко весь ледник То мы увидим такую примерно поверхность Антарктиды Ну, перед тем, как мы начнем к самому озеру, немножко поговорим о самом континенте Антарктида это последний континент, который был открыт вообще на Земле Это было еще в 1820 году Первая идея того, что под ледниками может быть вода Именно в жидком состоянии Появились к концу 19 века Но тогда не было технологий, которые способны подтвердить это или опровергнуть Еще можно рассказать о том, что современные данные смогли подтвердить идею о том, что под ледяным покровом На этом находится множество, ну, большие объемы воды, находящиеся в жидком состоянии Это реки, это озера Вот перед вами сейчас видите изображение Это, если снять ледяную шапку, то мы увидим густую сеть движущихся рек, а также озера Темно-синим цветом изображены территории, которые находятся ниже уровня моря То есть если убрать ледник, они были бы затоплены Еще одно изображение показывает, если растопить ледник, произойдет одна маленькая такая интересная вещь Земля как бы всплывает Если вы немножко учили географию в школе, вы должны помнить, что земля, как бы, сами контингенты Это не прочные такие куски земной коры, а они как бы плавают в литосфере И, собственно, если мы вспомним, как бросить пенопласт в воду Если на него ставить груз, он будет проседать, ну, и притапливаться То есть если мы снимем ледяную, весь ледяной панцирь, то Антарктида будет всплывать И таким образом ее высота еще больше повысится Также, собственно, мы можем видеть, что Антарктида представляет собой равнины, это горы Это антарктический полуостров, где-то Южная Америка начинается То есть, в принципе, это такой же материк, как все, только он покрыт льдом Если вспомнить немножко раньше, то есть, как бы, еще в истории Земли, когда жили динозавры Еще, может, раньше, то почти все время Антарктида была на юге И, в принципе, за всю историю Земли она всего пару раз, точнее, та территория, которая сейчас стала Антарктидой Подымалась в умеренные, там, даже, или тропические широты То есть, в принципе, это вечный такой ледяной странник Собственно, где искать озеро Восток? Озеро Восток находится недалеко от, ну, относительно, естественно, от Южного полюса Почему-то большинство людей называет, когда думают о Северном полюсе, то думают об Антарктиде Не знаю, почему так получается, но это Южный все-таки полюс Также стоит начать с того, что после того, как разработали теоретическую модель То, что вода может быть жидкая под ледником Начали думать, как бы, как, собственно, туда попасть Так, ну, им надо вспомнить вот два факта Первый, это когда мы начинаем углубляться в Землю, происходит рост двух показателей Это давление и температура Если вы когда-нибудь видели алмазодобывающие шахты в Южной Америке на фотографиях Там очень жарко, то есть люди работают там порядка больше 50 градусов То есть, представляете, как это работает там Там система кондиционирования, но это все эти шахты не превышают 2 километра То есть, есть такой, как ступень термодинамиды И, собственно, каждые, если не ошибаюсь, 300 метров в 1 градус добавляется То же самое, в принципе, и с ледниками по одной простой причине Ледники представляют из собой, как бы, панцирь А если вы еще помните, то Земля в центре с собой содержит множество радиоактивных элементов, которые распадаются И этот ледяной панцирь, как бы, он не дает этому теплу высвобождаться То есть, как бы, если на нашей территории это все тепло просто рассеивается в атмосфере То здесь оно, как бы, накапливается в этом слое И вторая вещь, это рост давления Как вы понимаете, лед давит с очень большой массой И вот он несколько километров И давление, ну, как бы, Земли, Антарктида, достигает 300 атмосфер То есть, это очень большое давление И, собственно, из этого в процессе изучения свойств воды сделали интересное заключение Может быть, в школе когда-нибудь рисовали термодинамические кривые Это при какой температуре вода жидкая, собственно Если вы можете еще вспомнить такой интересный факт Альпинисты, которые поднимаются в горы, без герметичных кастрюль не могут приготовить рис Там просто вода закипает на температуре, когда рис еще, ну, не готов, собственно Поэтому, если пойдем в обратную сторону То с ростом давления вода может быть жидкой уже при минус 2 градусах То есть, это такая вещь То есть, несмотря на большой холод наверху Температура у самой подножия ледника выше И благодаря давлению, даже при отрицательной температуре Вода, в принципе, спокойно находится в жидком состоянии Это все эти расчеты были проведены примерно к 1960 годам И таким образом уже появилась идея о том, что действительно там может быть жидкая вода Не только как бы, ну, мы желаем, как там или хотели некоторые ученые А именно о том, что это могло подтвердиться хотя бы теоретически Следующим вариантом все стали думать, как же туда попасть, собственно Потому что на поверхности есть, конечно, водоемы Но они находятся в основном по краю ледника По краю ледников, примерно у побережья Еще одним интересным моментом можно вспомнить то, что Эта вся вода будет пресная То есть, там должны быть, ну, только талая вода Еще интересным тот факт можно напомнить Экспедиции, которые происходят в Антарктиде Они туда заезжают нашей зимой То есть, у них это лето, получается, антарктическое, у нас зима И, собственно, интересная фотография, когда полярники в майках купаются, в принципе, в озерах Потому что, несмотря на то, что температура там около нуля Бывает плюс пять даже иногда Солнечной радиации много, потому что там азоновая дыра И люди могут просто обгорать очень быстро Поэтому они все, ну, майки должны быть как минимум с длинным рукавом И интересная фотография приходит, когда люди в нашу зиму в Антарктиде в майке Спрашивают, у кого зима вообще-то Но это очень опасно, именно загорать там Потому что можно получить рак кожи, и это очень большая проблема там Собственно, это будни Антарктиды, которые я выбрал самые интересные фотографии Так начиналась станция Восток Это еще 60-е года 20-го века Это 20-й век уже Это, в принципе, вы понимаете, сильно ничего не изменилось Потому что туда довольно редко привозят большие объемы грузов И в основном это продовольствие, какие-то оборудования Это топливо Собственно, здесь можно потом Мы еще вернемся, это вышка буровая, которая находится Так вот доставляют грузы Температура там порядка минус 50 Недалеко находится полюс холода, где было зарегистрировано минус 89 Все должны понимать, что очень холодно Если кто, автомобилист, пробовал заводить машину зимой Представьте, что если вы заведете и резко тронитесь, то сейчас колесо может отвалиться То есть, например, гусеницы У меня коллеги работают, правда, до севера в России И при минус 40 у них были случаи, когда гусеницы просто рассыпались на кусочки Примерно, ну, как монеты А минус 80 еще все-таки ниже Это машина, которая раньше производилась на территории Украины К сожалению, не помню название Думаю, после выхода новой серии Безумного Макса Она немножко повеселит вас Потому что полярники все-таки Людям иногда делать нечего И они делают такие прекрасные фотографии Собственно, как же решили подтвердить Есть озеро под ледником или нет? В 1950-х годах провели численное моделирование Разработали идею Собственно, нужно было узнать Бурения тогда, таких технологий не было Бурители на такие глубины Поэтому решили использоваться геофизикой Перед вами два изображения Первое, это уже современные Понятно, что я не смог найти вам те профиля, которые делали еще в 60-е Но я думаю, они вам бы практически ничего не сказали Тем более, там в основном делали сейсмическое зондирование И там вы просто увидели кривые, которые выглядят примерно вот так Я думаю, там ничего интересного Это современные исследования Это, если я не ошибаюсь, так Это сейсмический профиль одного из американских университетов Был консорциум французско-американско-российских ученых Которые занимались озером Восток Здесь вы видите, по сути, это УЗИ земли Точнее, тут в данном случае ледника То есть, кто делал УЗИ, в принципе, картинка узнает Синология основана на сейсмических волнах То есть, мы возбуждаем какое-то колебание Допустим, можно различными методами Можно взрывными, можно ударными источниками Получаем отражение на целевых глубинах И можно построить такую картинку То есть, вы видите масштаб 5 километров Здесь мы видим глубины И видим отражение Допустим, когда большая глубина ледника Он имеет меньше содержания пор Меньше пустот То есть, видите, он более равномерный А более приповерхностные слои Они еще содержат трещины То есть, меньше давления, собственно Порождает более сложное строение И вот вы видите отражение Это уже скальные породы То есть, это, собственно, уже земля Антарктида И, что интересно, когда в 60-е годы Провели зондирование Было два отражения, интересно Начали думать, собственно, что это такое Первое, это было понятно Это была граница лед-вода То есть, как бы вам пороще так объяснить Представьте себе, кто плавал под водой Звук меняется под водой Когда вы, ну, слышите разговоры На поверхности и внутри С чем это связано Есть два типа вообще колебаний Продольное и поперечное То есть, одни, грубо говоря, когда мы Когда идет звуковая волна Там вот так вот передается Энергия То есть, она может пройти через границу среда То есть, она пробивает эту оболочку А второй вид колебания Это вот такой вот То есть, когда вертикально передается энергия И такие виды волн просто упираются В границу среда и не могут перейти ее Собственно, были порученные отражения Которые и говорят о том, что здесь находится Вещество в различном состоянии Одно жидкое, другое твердое Второе, как уже сейчас выяснили Это ил То есть, это уже нашли не только границу Верхний озеро, но еще и ее дно Так Это второе изображение Это радарное Это полученное, если не ошибаюсь С помощью самолета Радиолокационное изображение То есть, по факту, это просветили просто ледник Это не с поверхности Ну, то есть, это Это на глубине Так вот выглядит озеро То есть, это не вмятина в поверхности ледника Это именно просветили Кому интересно, можете посчитать Про радиолокационное исследование Летит самолет И там Грубо говоря, облучают ледник И по полученным зарегистрированным данным Подойдет обработка Просто это, на самом деле, не очень интересно Поэтому Цифры Это не та вещь, которая вам будет Мне кажется, это интересно очень И, собственно Начались длительные исследования Уже длятся они практически, можно сказать, полвека Появились новые данные Было произведено множество съемок Различных полей Это электрические поля Магнитные Гравитационные И благодаря этому смогли построить Собственно, модель озера То есть, это вы видите Глубины вот здесь вот Где находится поверхность, собственно, Антарктиды То есть, уже видно вот контур озера Это, если не ошибаюсь Так Это тоже, только я не помню, к сожалению Глубины Это, если не ошибаюсь Высота над уровнем моря Самой Антарктиды В этом месте И Когда Уже получили Точно подтвердили Геофизически Что все-таки Там есть озеро Решили попасть Ну, как бы Надо пробурить Потому что В чем, собственно, интерес Озеро находится На той глубине Что Лед, который находится выше Имеет возраст Порядка полумиллиона лет Чтобы вы понимали Тогда, примерно, в Европе Жили шерстистые носороги Мамонты На том числе На территории Беларуси бегали И Весь лед, который в процессе Образовывался Он в себе содержит Воздух Пузырьки То есть, в принципе Отбирая пробы Можно установить Состав атмосферы Который был За последние полумиллиона лет Также еще интересный вариант Это Изотопный состав льда То есть Мы знаем, что есть, допустим Несколько видов Изотопов водорода Дейтерий Тритий И в зависимости от условий Климата Который был в свое время Образуется разная вода С разным Атомным весом И поэтому Пробурить Сам процесс Отбора Проб И бурения Уже является Довольно Большим источником Научных данных Не говоря О попадании С самого озера Это еще одно Моделирование Вот здесь мы видим Собственно Тоже Сейсмическая модель Поверхности То есть Если вы увидите Вот здесь Вот Такое пятнышко Это озеро Восток Рядом с ним Это озеро 90 градусов Оно находится на полисе И вот Еще одно озеро Это озеро Советское Возле станции Всего В Антарктиде Сейчас установлено Если не ошибаюсь Более тысячи озер Которые находятся Под ледником Также Вот еще одно Построение рельефа Как вы видите Это все Ученые уже Получили Очень много данных Собственно Начнем К бурению Перейдем Было всего Несколько предложенных Идей Вначале Были идеи Безумные Это Берем Грубо говоря Атомный реактор Он начинает Выделять тепло И протапливает Под собой Протапливает Лед И мы попадаем В озеро Такие идеи До сих пор Пытаются Продвигать Когда говорят О некоторых Объектах Солнечной системы Например Европе Но Это Мягко говоря Из области Какой-то фантастики И очень сложно Смоделировать Просчитать Это Ну как так Нехороший Метод Потом Была идея Пробурить Скважину Не дойдя Ну допустим Несколько десятков метров До Самой Ну Поверхности воды Опустить зонд Этот зонд Содержит Очень большую углу Примерно По сути своей Которая Последние метры Протапливает И туда попадает Зонд Который отбирает Пробы Была еще Идея Также Которая Сейчас Часто о космосе Говорят Это робот Который Сам топит Лед Перед собой Опускается Все ниже 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 Потом Останавливается Перед Перед Озером Происходит Ну Останавливается Перестает Как бы Топить Лед Ледник Его Обжимает То есть Если кто помнит Как провода Обжимается То же самое Только льдом То есть Робот должен был Застрять Примерно На конце Опять же От него Отделяется Вторая часть Которая Уже пробивает Остаток льда И тоже Попадает В озеро В чем проблема Всех Этихотехнологии И почему Вообще Так сложно Разрабатывали Почему Не просто Пытались Пробурить Наспред В озере Должна быть Когда Это все Рассчитывали Предполагали Экосистема Которая Не была Соединена С поверхностью Полмиллиона лет То есть Это Параллельная Эволюция На земле Которую Никто не мешал То есть Представьте Что у нас На планете Как будто бы Объединенная жизнь В принципе То же самое Она От нас Садилась Полмиллиона лет назад И ее никто не трогал То есть Если мы туда Сразу пробурим Мы загрязним Образцы Той жизни Которая есть У нас Наверху Такая же проблема Была с космосом Если Вспомнить еще Проблема вакуума Вакуум Это Мы все понимаем Это пустота Там ничего нет Но вакуум Бывает разный Бывает технический вакуум То есть Ученые Выставляют Количество атомов Вещества Которое может Сдержаться в объеме То же самое С живыми Организмами Что такое Скажем так Лед В котором нет Ну в жизни Абсолютно ничего Там В принципе Быть не может никогда Особенно если мы будем бурить Поэтому проблема была в том Чтобы вместе с буровым Оборудованием Можно загрязнить То есть мы Бактерии Которые Образно говоря Потрогали руками Они таким так И опустятся туда И мы вместо Экосистемы Получим Грязные пробы Которые Живут на поверхности Поэтому Очень долго думали Как вскрыть Именно само озеро Не заразил бы По факту Потому что Например Когда сейчас полетели Марсоходы на Марс Ставят вопрос Такой Если мы найдем Жизнь на Марсе А кто уверен Что это не будут Те же самые бактерии Которые мы туда Уже привезли Никто не может Гарантировать Что марсоходы Сейчас не Загрязнены Жизнью Потому что В МКС До сих пор Живы бактерии Которые попадают Туда с верхней части Атмосферы На Луне Как вчера Рассказывал Виталий Тоже Прилетали Луноходы Потом с них Прирали образцы В принципе Бактерии выживали То есть проблема Загрязнения Стоит не только Вот в таких операциях Но и в космосе В принципе Очень близкие сферы Потому что Изолированные экосистемы Только здесь доказано Что жизнь уже потом будет А на Марсе до сих пор нет И собственно Что началось В 1989 году Все-таки решились бурить Это была Группа ученых Советских Французских Американских Она была Значит Про бур Бурили просто То есть Просто Делали дырку Ну так Простыми словами И потихоньку опускались В чем интерес Когда бурят скважину Есть буровой инструмент То есть собственно Некий метод Который мы разрушаем Породу То есть Или Песок Камень В данном случае Лед Есть еще одна важная вещь Это Бровая жидкость Для чего она нужна Если вы копали Когда-нибудь Колодец Или просто Глубокую яму Стены Начинают осыпаться Та же самая проблема В принципе И в леднике Те 300 атмосфер О которых я уже упоминал Пытаются просто Схлопнуть ледник То есть Если просто бурить Ледник будет просто Сжиматься И уничтожить оборудование Поэтому нужно Сами стенки Удержать В обычных случаях Просто обсаживают То есть Пускают бетонные кольца Или Заливают бетон Который держит стенки Здесь так сделать нельзя Потому что Опять же Если мы будем туда что-то Заливать и держать стенки Мы закризним скважину Что сделали По факту Вот этот все Объем Это антифриз Это керосин Смешанный С другими веществами Это просто По смыслу Тот же антифриз Который мы заливаем В машины Только другого состава Начали бурить В 1989 году Бурение в принципе Шло очень быстро Была одна проблема Здесь Случилась авария Поэтому пришлось отклониться Если кому интересно Сейчас скважины бурят На земле примерно вот так Даже горизонтально Это не вопрос И Что произошло В 2009 году В 2010 Дошли до Скважин Уже скважину Опустили до той глубины Когда оставалось Менее 100 метров До уровня воды Остановили бурение Почему? Еще в тех годах Не было технологии Вскрытия озера Чтобы мы не закризнили Пробы Попросила Международная Научная Помню только Организацию Попросили Приостановить бурение Собственно Приостановили И начали разрабатывать Идеи Как можно вскрывать озеро Было несколько попыток В Гренландии То есть по сути Тестировали технологию Американцы пробовали Канадцы пробовали Европейцы пробовали Ничего толкового Не придумали Ну тут Русские Скажем так Все-таки решили пробурить И в принципе Решили И как ни странно Решили не пользоваться Сильными такими Крутыми технологиями Что решили сделать Решили Пробурить скважину И не доходя И не доходя До конца озера Сделать промежуточный буфер То есть Смотрите У нас здесь 300 атмосфер Давит Так Вспомните шарик Когда вы надуваете Стенки пытаются Выпихнуть воздух обратно То же самое с ледником Вода внутри это воздух А ледник это стенки шарика Если мы откроем Если мы откроем шарик Воздух устремится наружу То же самое будет с водой Как только мы вскрываем Поверхность озера Вода из озера Благодаря давлению Будет выходить наверх Поэтому какая была идея Мы бурим Не доходя до озера Потом умедленно вскрываем Вода из озера Поднимается в скважину И смешивается С буровой жидкостью Таким образом Получается пробка Которая Ну Изолирует Отбираем ее И получаем Первые пробы Собственно Как было сделано Вот видите Несколько стволов Которые Заканчивались На разной глубине И В принципе Это были проблемы То есть видите Тут была авария Потеряли буровой инструмент Его просто лед зажало Первое вскрытие Произошло в 2012 году Вот видите Вскрыли Саму поверхность озера И вода Вода поднялась на 400 метров То есть Такое давление было Что вода по скважине Поднялась наверх на 400 метров Тогда Собрали первые образцы Но тогда была В чем проблема Вода была смешана С буровой жидкостью И все те Бактерии Которые нашли Нельзя было установить Они из озера Или они С поверхности В принципе Тогда уже Эту воду Привезли в Россию Были показаны Не по новостям Были показаны Там в правительстве Это в принципе Ничего интересного Да Подарили там Но это была Загрязненная проба То есть Собственно Вот видите Керн льда Это по факту Цилиндрик такой Которые откололи Из скважины Это было первое вскрытие Потом скважину Законсервировали И решили подумать Собственно Как же еще раз делать На второй раз Просто решили Деликатно И тихонько Медленно вскрыли Вода поднялась Всего на 45 метров Ее просто пробурили И уже В 2014 году Была получена Пробы льда И воды Которые Доходятся Либо у самой поверхности Озера Либо прямо из озера Это В принципе Это Открытие Которое сопоставимо С любым крупным За последнее время Как Бозон Хиггса Или Гравитационные волны В физике Но к сожалению Об этом Почему-то практически Никто не написал Я в принципе Четыре года Слежу за этими новостями Были Редкие публикации В которых В большинстве Своем писали Материалы Примерно из 80-х Годов Описания Озера И добавляли Что его Пробурили Я считаю Что это Данное озеро Его открытие Исследование Это еще гордость Советской науки Сейчас продолжит Только российской Потому что После того Как остановили Бурение В первый раз Иностранные Коллеги Вышли из этого Из исследований Остались только Россияне У россиян Сейчас большая проблема С финансированием То есть Когда в 2014 году Вскрыли скважину Все были воодушевлены Потом Вы знаете Прошел ряд Проблем Экономического Характера И фактически Эти исследования Сейчас не имеют Финансирования То есть Скважину В конце Того года Скважину Опять Законсервировали И на данный момент Я не видел Ни одной публикации Где были бы Обнадеживающие новости Что исследования Будут продолжены То есть По факту В самом-самом Интересном месте Пока Остановились Собственно Что же было В пробах Это пробы Которые были взяты Выше Поверхности озера То есть Выше по леднику Были обнаружены Множество бактерий Как вы видите В чем интересно Также часто спорят Где нижняя И верхняя граница Жизни на земле То есть Понятно Что среди нас С вами Тут легко понять Где есть живые существа Но бурение Ледника Над озером Восток Именно привело к тому Что было доказано Что жизнь Может существовать На очень больших глубинах В таких неприятных условиях То есть Это замороженные бактерии Которые Некоторые Даже потом Вернулись в жизни Еще интересный Вклад Именно в бурение Озера Восток Легло в основу Современной теории Глобального потепления Почему То о чем я говорил Вначале Мы смогли Ученые Ученые смогли Произвести анализ Льда Примерно со всей С разных глубин Самого озера И смогли восстановить Примерно состав атмосферы В различный возраст Было установлено Что было 4 оледенения Это было подтверждено Именно Данными ледника В каком бы смысле Во время оледенений Изменяется уровень кислорода То есть При изменении уровня кислорода Пробах тоже Было Скоррелировано Так Вот это идет Процесс отбора Изменятия пробы Это уже Лед Который был образован У самого поверхности Потом Подобрали уже Пробы воды Они были доставлены В российские институты Что было интересно Открыли Несколько Видов бактерий Которых нет в справочниках То есть Они не систематизированы Это те виды бактерий Которые не обитают В мире Вне Озера Восток То есть Это параллельная эволюция Что скажем так Также были обнаружены Грибы Клетки Точнее не клетки Правильно сказать Цепочки ДНК То есть Были обнаружены следы Грибов Рыб Моллюсков Чилинстоногих То есть Как видите Это очень богатое Очень богатое Содержание всего И самое интересное Что были обнаружены Части ДНК Принадлежащие бактерии Которые являются Паразитами рыб То есть Возможно На такой глубине И в таких условиях Возможно Есть рыбы Собственно Бразницы льда Были Под 4-х километровым слоем И вот Перед тем Как мы перейдем К солнечной системе Хочется Еще поговорить Вот о чем Бурение И изучение Озера Восток Является Полигоном Для отработки Наших космических Космических Технологий Почему Ледник Очень толстый Этот ледник В принципе Сопоставим С некоторыми Спутниками Юпитера И Сатурна Второе Мы Столкнулись С проблемой Загрязнения Проб То есть Как попасть На другую Пробу Планету Не загрязнив ее Вопрос о том Что Например Есть камеры В НАСА Где собирают Спутники Там должна быть Абсолютная стерильность Уже были Несколько исследований В которых Доказано Что все Излучения Которые подберегаются Температурной обработке Бактерии Все равно Выживают То есть По факту Те спутники Которые летят Другим планетам Зонды Они возможно Загрязнены Земной жизнью Еще один вопрос Который стал Если мы Вскрываем Озеро И туда попадает Наша жизнь С поверхности В конкуренции Уничтожат она Местную фауну Или нет Эти все вопросы Вляются очень Проблемными В плане того Что если мы Хотим заселять Другие миры То мы должны Думать уже Сейчас об этом И бурение И вскрытие Озера Востока Это уже То место В котором Мы этим Очень серьезно Столкнулись В-третьих Нужно Придумать Технологию Которая Сможет Вскрывать Лед Без человека И большого Затрата энергии Почему Бурение Это очень Энергозатратный Механизм Это порядка 400 КВт То есть Это очень Большие источники Еще есть Один интересный Такой Механизм Когда Лед Топят Термопарой То есть Как бы Идет источник Катушка Которая Нагревается И протапливает Просто Лед Так Были Пробурены Нейтринные Обсерватории В Антарктиде То есть Просто Куб Представим Себольшой Льдом Километр Величиной Да Равномерно Сетка Пробуривается Скважина Опускаются Датчики Так Собственно Была Создана Обсерватория IceCube В Антарктиде В этой технологии Пытались Бурить Американцы Но у них Порядка Полтора Километра Получалось А Та технология Которая Использовалась Россиянами Она в принципе Такая Полуручная То есть Это Никаких Механизаций Она сильно Не помогает И собственно Вот в конце Хочется вспомнить О Энцеладе Европе Это спутники Юпитера И Сатурна Что мы имеем Мы имеем Небесные тела Которые Имеют Толстый Ледяной Покров Вопрос о том Где есть жизнь На Марсе Или там В принципе Сопоставим Но озеро Восток Доказало Подо льдом Жизнь Может развиваться И существовать То есть В данных Условиях У нас стоит вопрос Есть ли еще Жизнь Солнечной Системе И вот эти Две планеты Спутники Планет Могут дать Ответы на этом Поэтому Озеро Восток Это Космическая Лаборатория На Земле И будем Надеяться Что технологии Которые Смогли Появиться Здесь Будут Успешно Применены Там Мы все-таки Узнаем Есть ли Жизнь Нашей Солнечной Системы В принципе Это все АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ